Всем привет! Это обзор декоративной косметички августа. Ну и также немножко пробегусь по средствам, которые я брала в отпуск и которые обещала вам протестировать. Ну и начнем. У меня вот сейчас передо мной целых три косметички. Я постепенно начну показывать, что я с тобой брала и что у меня сейчас в них. Ну, конечно же, это неизменные кисти Faberlic, которые я тоже с тобой брала и ими пользовалась. Ну и в этом же отсеке у меня есть еще два средства, которыми я пользовалась в отпуске. Я брала с собой тональный крем Эвермат от Clorance. Он в оттенке у меня 110 хани, то есть он достаточно темноватый. Хани медовый, то есть у него есть небольшая желтизна. Поскольку загар южный действительно имеет такой даже какой-то желтовато-оранжевый оттенок, то он прекрасно выравнивает и сочетается с основным загаром на теле. Я его использовала и использую в данный момент. Он матирующий, но совершенно не комедоногенный. Сколько я бы им не пользовалась. То есть я примерно, я вам скажу, начала им пользоваться числа с 22-23, то есть 17-го мы прилетели в отпуск, пока лицо немножко схватило загар. Это прошло дни 5, а может быть даже 7, я точно не помню. Я начала им пользоваться и пользуюсь по настоящий момент, середина августа, и никаких побочных эффектов, как у других матирующих тональных кремов, например, наших Фаберлик, я не заметила. То есть в этом случае все прекрасно. 30 мл здесь объем, очень приятный аромат у этого тонального крема, не содержит жиров, очень мне нравится, буду повторять когда-нибудь или нет, не знаю, зарекаться не буду, он у меня еще не кончился, но я уже на следующее лето оставлять его не буду, он у меня с прошлого года. Это сейчас для тех, кто про сроки годности будет мне писать, да, он у меня с прошлого года, но ни текстура, ни аромат, ничего не изменилось, никакие изменения не произошли, прекрасно наносится, хорошо очень тонирует, степень покрытия, я бы сказала, очень хорошая, наношу нашей кистью, не полосит. В общем, этому тональному крему я ставлю пятерку и хвалю его. Следующее, чем я пользовалась, это консилер, поверх уже тонального крема его наносила, это номер 3, артикул у него 61, девочки, 41 что ли, или, ой, я не буду вас обманывать, в общем, здесь уже все стерлось, но это троечка, это, не знаю, самый темный или перед ним консилер, я его покупаю для того, чтобы наносить уже поверх тонального крема и даже пудры, только так он очень хорошо скрывает все недостатки. Ну, и чем я пользовалась и пользуюсь сейчас, у меня огромнейшая пигментация на щеках, и я не знаю, видно вам или нет, возможно, немножко просвечивает через тональный корректор и пудры, но я просто вижу, что с этим корректором просто все идеально выглядит. Наношу его, я вот, вы не поверите, поверхность пигментации сейчас примерно на полщеки с каждой стороны, и это очень некрасиво, это очень заметно, и один тональный крем не справляется. А вот этот катрис-камуфляж просто идеально работает, просто наносишь на пигментацию нашими кистями для консилера, и на глазах это просто, знаете, как раскраска, вот нужно раскрасить какую-то область раскраски, и ты раскрашиваешь, и все, и у тебя уже идеально ровное лицо, только после использования вот этого консилера. У меня он в оттенке 020 light beige, очень плотное нанесение, и самое главное, он не смазывается, когда ты поверх наносишь тональный крем. То есть он настолько плотный, говорят, что он подсушивает у меня на щеках, ничего не подсушивает, все замечательно, все прекрасно. Следующее, чем я пользовалась в отпуске, покажу вам, это пудра иллюминайзер, мерцающая вуаль 6074. Вот такой светлый оттенок, помните, да, я говорила, повезу его с собой в отпуск, буду тестировать, и будем смотреть, как он ляжет на загорелую кожу. Прекрасно ложился на загорелую кожу, прекрасно высвечивал, красиво все подсвечивала эта пудра, и она на самом деле прозрачная, то есть никакой загар она не высветляла у меня. Я вам сейчас попробую нанести и показать, я специально лоб ничем сейчас перед видео не пудрила, и получается такое свечение, которое на отпуске было очень-очень уместно. Сейчас, конечно, для города я поостерегусь его применять в таком количестве, вот эту пудру, пусть она лежит, скорее всего, даже до следующего года, но высветляет немножко, буквально, ну, за счет перламутра, может быть, я сейчас немного больше нанесла, чем нужно, надо было стряхнуть кисть, но прекрасно подсвечивает, вечером в Турции уже темно, и все смотрится очень хорошо, а не как сейчас, вот я просто стою на открытом солнце, и, возможно, ее слишком видно, но, по крайней мере, вы сейчас можете оценить, как она ложится поверх темного тонального, на загорелую кожу, и как она смотрится. Я ей очень осталась довольна. Конечно, она не скрывает, как какая-то пудра, какие-то несовершенства, ну, возможно, за счет светоотражения это и происходит, но я просто подсвечила лицо, чтобы оно выглядело более свежим. Следующее, что я брала с собой и использую тоже сейчас, это пудра из серии Марии Вей, артикул 6179. Вот такой у нее оттенок, он, вы знаете, и не светлый, и не темный, то есть его нужно применять в промежутке, когда ты только буквально чуть-чуть-чуть загорела, потому что на светлую кожу будет темновато, на темную кожу светловато. Вот я жду, когда я немножко с загар сойдет, когда я буду более светлая в целом, и тогда начну ее активно применять, и в первых днях она мне, конечно, очень-очень пригодилась, эта пудра, она реально скрывает поры, я ей очень довольна, и, честно говоря, хотела бы, чтобы Фаберлик такую пудру выпустил и в светлом оттенке, и в оттенке потемнее, ну, а этот был бы очень хорошо, вписывался в средний какой-то оттенок между светлым и темным. В общем, я эту пудру тоже вам рекомендую. Следующее, что у меня было с собой, это были тени, палетка теней Фаберлик, оттенок 5621, это зеленые тени, это просто незаменимые тени в последнее время, я использую здесь всего лишь два оттенка, самый светлый и вот этот вот самый темный зеленый. Зеленым подвожу, светлый у меня идет подброс, светлый идет в угол глаза, очень ими довольна, расход минимальный, вы видите, сколько я ими пользуюсь, и они не убывают. Что сейчас я использую? Достала я вот такую пудру, ну да, это пудра от Шиммеры, Шиммерная пудра от, кто это, Клиник, ей уже много лет, но как раз, когда кожа загорела, она дает такой хороший мерцающий румянец, мне нравится, пока пользуюсь, пока немножко лицо темновато. Также я брала с собой и использую сейчас вот такую пудру от Фаберлик, обратите внимание, у меня еще предыдущая упаковка серебристая, сейчас у нас есть такая же пудра, возможно, немножко изменены цвета, но выглядит она примерно так же. В золотой упаковке. И что хочу сказать, хайлайтер здесь достаточно мягкий и хороший, вы уже видите, вот здесь скололся именно хайлайтер, он уже отсюда ушел. Румяна сами по себе достаточно твердые и очень плохо пигментированные, но нам говорили, что можно пользоваться этим как румянами, на самом деле нет, на самом деле этой вот этой вот пудрой можно пользоваться только вот так. Вот так. Когда ты все смешал и все нанес, тогда получается очень красиво. А по отдельности это невозможно наносить, невозможно попасть в эти оттенки, поэтому вот так я брала, наносила, хорошее покрытие, хорошо работает, ставлю тоже хорошую оценку этому продукту и могу рекомендовать. Также сейчас у меня используется вот такая пудра, все зависит от настроения, это матирующая пудра, оттенок 6515, матирующая пудра для лица и это второй по темноте оттенок, не самый темный, но мне его в принципе достаточно. У меня был такой еще и самый светлый оттенок, мне стало солнце светить в глаза, и самый светлый оттенок почему-то не так хорошо, не такое хорошее покрытие у него, как именно вот у этого среднего. Мне очень нравится, можно даже, если у вас нет каких-то таких сильно заметных недостатков на лице, то прекрасное покрытие будет достаточно только одной пудрой сделать, без тонального крема. Для бровей, ну вот у меня уже до такого степени сточился карандаш, карандаш у меня в оттенке 55-65 по-моему, еще чуть-чуть, и он уйдет в пустые баночки, я достану новый. Не люблю брови подводить тенями, не знаю почему, как-то дольше у меня получается, карандашом проще, и это мой любимый карандашик. Ну и гель для бровей, для фиксации бровей от Artvisage, вот такой он стал, был совершенно прозрачный, кристальный просто прозрачности, и он превратился вот в такой, из-за того, что карандаш смешивается. Ой, девочки, сколько уже вопросов по поводу тона этих теней запеченных от буржуа, и сказали мне, Марина, сними сзади вот этот стикер, и под ним будет тон, и я сняла стикер, он снялся вместе с номером тона. Девчонки, не везет, так не везет, и сколько бы я не приходила в магазин, чтобы посмотреть там какой-то оттенок, ну, я не забываю все время. В общем, вот так отпечатывается оттенок, часть здесь, часть вообще не видно. Кремовый, девочки, его прям видно, в нем нет розовинки, в нем он очень теплый, я думаю, что вы найдете. Из хайлайтеров, у меня все-таки остается моим самым любимым, незаменимым, хайлайтер К3, слайд инфьюжн, у него оттенок 0,10, он единственный такой, он огромный, большой плюс, я обратила внимание, знаете, на что? Вот, допустим, взять тот же хайлайтер, вот этот кусочек в пудре, Фаберлик, и вроде бы, ну, что тут перламутр, перламутр сплошной, но нет, если наносить вот этот перламутр из серии секрет стори, то он может вот таким белесым пятном лечь, очень некрасиво, оно даже начинает при определенном ракурсе каким-то серо-голубым становиться, то вот этот хайлайтер таким не наносится, он наносится немножко по-другому и смотрится по-другому, то есть я отдаю предпочтение именно ему и он у меня просто незаменимый в моей косметичке. Так, следующее, вспомнила я, что у меня есть пудра рассыпчатая темного оттенка, девочки, я ее достала, но еще на загар не пробовала, поэтому показываю, что я ее достаю и может быть какой-нибудь мы с вами макияжик сделаем, но я, честно говоря, должна решиться просто сделать макияж с такой пигментацией, которая у меня есть, мне не очень хочется это показывать, ну, возможно, покажу, чтобы вы просто знали, какая покрывающая способность у тональных средств, которые я использую. Дальше, что я использовала, это водостойкую тушь, использовала ее в отпуске, красила ей практически каждое утро, потому что я хотела выглядеть на фотографиях на фоне моря, ну, хотя бы немножко накрашенной. Я наносила слегка тональный крем, я наносила вот эту тушь, и все, достаточно было, ну, какой-то блеск на губах у меня был. Ходила с этой тушью до вечера, вечером я эту тушь меняла на другую, и почему меняла? Потому что, девчонки, она вот вроде водостойкая, но она вдруг берет и осыпается к середине дня. я не могла сопоставить эти свойства, да, да, действительно, от воды с ней ничего не делалось, но когда она осыпалась под глаза, под глазами от жары здесь была уже определенная жирность, и, ну, от кремов, которые я использую, и она размазывалась, то есть жиросодержащими средствами эта тушь смывается, соответственно, она размазывается от них, и вот этот эффект мне не понравился. Я до этого никогда не покупала водостойкую тушь, я не знаю, хороша наша или нет, но на следующий отпуск я куплю, скорее всего, другую тушь и сравню. Мне не понравился этот эффект, ну, и будучи в море, бесячки с детьми, ресницы, когда попадает вода, они у меня слепались, и я их, конечно, разделяла, но к вечеру уже все равно не то, и вечером у меня был макияж вот с этой тушью, то есть она прекрасно себя ведет, прекрасно смывается, а это только двухфазным средством водостойкая. Использовала и вот эту тушь, то есть у меня было две с собой, и сейчас ее использую, я, девочки, уже не помню, когда я ее вскрыла, но она все как новая, она не засыхает, она ничего не делается, она не осыпается у меня, у меня тушь не осыпается, это вообще, я не знаю, какое чудо, я ее очень довольна и с удовольствием использую. Также у меня здесь в стаканчике стоит Дройн Ролл, но она реально подсохла, я скорее всего ее выброшу, потому что я не люблю разбавлять туши, и не буду этого делать. 100 рублей, 150, пусть она в закупе у меня стоит, я не жадничаю на себя, 150 рублей раз там в два месяца. Что у меня на губах? Коллега подарила мне, отдала мне блеск Диор, ей он просто не подошел по цвету, она темноволосая, и сказал, что ее слишком бледнит, ну, а я люблю такие оттеночки, что хочу про него сказать, очень жидкий блеск, немножко сладковатый на вкус, это меня первые два дня очень бесило, я прям чувствовала вот эту сладость какую-то противную, но через два дня привыкла, и сейчас пользуюсь с удовольствием, такое красивое дает поблескивание, он достаточно жирный, совершенно не липкий, и очень-очень жидкий, у него кисточка, и этот блеск, ну, просто даже может капать, настолько он жидкий, то есть я привыкла, вот допустим, блеск от Марии Вэй, он более густой, он ложится больше лаком, а этот жирненьким просто ложится, вазелинчиком, да, я бы даже сравнила его с вазелином, с подтаявшим вазелин, и в нем очень красивые мерцающие частицы, блестки, ну, он, конечно, выглядит красиво, но, честно вам скажу, я не знаю, сколько он стоит, больше тысячи однозначно, я думаю, даже ближе к двум, все-таки это не тот продукт, за который стоит отдавать такие деньги, я бы с удовольствием купила еще раз такой блеск, если бы я хотела, да, но не за две тысячи, ну, рублей за 300 я бы его точно купила, ну, и последняя часть, которую вы просили мне показать, чем же я пользуюсь из водичек, ну, первое, на что у меня чаще всего было настроение, это Chanel Chance Eau Thunder, уже в остатке у меня, достаточно летний, такой приятный цветочный аромат, и он у меня уже давно, и я никогда не плавала к нему особой любовью, все время брызгалась им, когда мне куда-то шла, и была, вы знаете, такая туалетная вода, которая на случай, когда не жалко ее, вот просто использует, она всю жизнь у меня играла такую роль, ну, и сейчас, в принципе, тоже, но вот почему-то сейчас прям тянется к ней рука, и я использую ее достаточно часто, следующее, что у меня в очень частом использовании, это тоже Chanel Chance Oviv, это последняя моя покупка ароматов Chanel, я купила осенью, здесь 150 миллилитров флакон, он был просто по очень выгодной цене, примерно на 2000 дешевле, цены с максимальной скидкой, то есть я не раздумывая купила, я, наверное, уже рассказывала эту историю, не нравился мне этот аромат, но цена привлекла настолько, что я купила, купила, понимаете, мне не нравится, я купила, в результате пользуюсь с удовольствием, ну, это, наверное, видно, на фоне того, что у меня порядка там 12 или 15 ароматов, он очень часто используемый, поэтому уже к серединке даже подступает используемый объем, очень мне нравится, небольшая присутствует кислинка, вот что мне нравится тоже, это очень универсальный аромат, и можно и на вечерний выход, и просто куда-то выйти, то есть он не обязывающий, он не тяжелый, он очень стойкий, остается на одежде, тоже мне очень-очень нравится, ой, ну, дальше, из таких летних версий, это Crystal Overt тоже Chanel, прям такой зелененький аромат, я бы сказала, зелененький, но есть в нем какие-то нотки, я не знаю, как бы это сказать, не мужской воды, но что-то, что-то схожее, я даже не знаю, как это описать, но это уже второй флакон, у меня один уже был, второй вот мне подарила подруга, я практически тоже его скоро использую, достаточно стойкий, от всех звучит по-разному, у меня когда подруга с таким приходит, я не узнаю на ней этот аромат, в 90% случаев, следующее, что мне в последнее время, я даже на работу начала пользоваться, Пуртужур, есть в нем горчинка, и когда надоедает вот эта вся сладость, цветочки, я достаю этот аромат, и в нем прекрасно чувствую горчинку, меня это полностью устраивает, это первый мой флакон Пуртужур, и вот он периодически используется, тоже здесь уже одна треть осталась, следующее, был у меня пробник, Шанель Габриэль, я уже год присматриваюсь к этому аромату, он вышел в сентябре прошлого года, и пробничка здесь нет, он у меня лежит в сумочке, там еще на пару пшиков осталось, неоднозначно тоже для меня, вот этот аромат неоднозначный, я не знаю, хочу или нет, у меня уже на него отложена сумма, на минимальный объем 30 или 35 миллилитров, я точно не помню, я все думаю, купить не купить, он очень, очень такой, знаете, благородный какой-то аромат, не сильно сложный, не тяжелый, тоже легкий, жасмин в нем присутствует, я люблю эти ноты, но пока еще не решилась, не знаю, просто, наверное, у меня слишком много ароматов, для того, чтобы покупать еще один, и забыть про другие, вот этого не хочется, ну и купила я 15 миллилитров аромата мелодия от Фаберлик, почему, что-то тут я села, пересмотрела пробники, какие у меня есть, какие уже выведены, выбросила, и задержалась на этом аромате, нанесла его, и поняла, что он похож на многие какие-то ароматы, немножко тяжеловатые, немножко густые такие, от Каролины Эрера, там вот что-то такое, и купила, и, кстати, вот два дня тут проходила с этим ароматом, когда у нас были дожди и плюс 13, он прекрасно согревал меня, и я очень осталась довольна, 15 миллилитров этого вот просто мне за глаза, хорошо, что у компании есть вот такие мини-версии, еще и стоимость там 110 рублей у него была, тоже буду пользоваться, сейчас начнутся холода, конечно, сейчас вот сегодня теплый денек, он не подойдет для меня, он меня будет душить, а когда начнется прохлада, то тогда с удовольствием буду им пользоваться, вот и все, закончила свой обзор декоративки, девочки, вы бы видели, вот сколько сейчас его стоит на подоконнике, ну да, я люблю под настроение что-то иметь, что-то достать, под настроение что-то убрать, поэтому, такой я, не знаю, назвали меня плюшки, но на самом деле, мне кажется, это нормально, когда у девушки много разной косметики, под разные случаи, под разный цвет кожи, и вообще, и вообще просто для удовольствия, чтобы достать эти баночки, все потрогать, и быть счастливой, всем большое спасибо за просмотр, кто хочет покупать косметику Фаберлик, с 20% скидкой, проходите по ссылке под этим видео, я буду вашим помощником, наставником, буду рада видеть вас в своей команде, ну, а с вами была Марина Соловьева, жду вас на своем канале, с просмотрами следующих видео, с вами была Марина Соловьева, пока!